ИНТЕРЕСНОЕ ПРОТОКОЛЬНОЕ ДОРУЧЕННЯ ВИДЕОАРХИТЕКТУРЫ ТАКП УФКСТ НАДАТИ ПРОПОЗИЦИИ ЧЩОДО ОНОВЛЕНИЯ ТРЕНАЖЕРЯ В НАСТЕРТЦИ ЗДОРОВЬЯ Мы обратились к ребятам, которые занимаются на тропе здоровья каждый день ну там почти каждый день и спросили у них, какие бы тренажеры они хотели бы видеть там и вот спустя месяц мы получили такую подборку из которой сейчас мы вместе выбираем то, что первоочередное на тропе первый плюс это свежий воздух, второй плюс это тень а потом уже дальше, если нам опять выделят деньги мы сможем дальше развивать эту историю и дополнять тропу определяемся, какие тренажеры нам нужны, мы их приобретаем И вот по результатам нашей встречи служебная записка на имя мэра он ее подписывает и дело закручивается Все, за 14 решения принято, дякую Всем привет! Двигается наш проект по поводу новых тренажеров на тропе здоровья Тренажеры уже готовы, люди на старте ехать их устанавливать и мы здесь с Сергеем Витальевичем, с Ольгой сегодня выбираем окончательное место полностью полагаемся на опыт Ольги, она рекомендует ставить их все-таки точечно выбрали предварительно это место, здесь целый день тень, здесь детская площадка кто пришел с детьми, детки чем-то заняты здесь есть освещение, которое сейчас наверное не работает но от него можно будет запитаться, установить качественное освещение здесь в комплекте с видеофиксацией это должно практически полностью уничтожить проблему вандальности и других таких привычных нам бытовых преступлений в общем по-моему место идеальное, сейчас мы посмотрим что там с сетями и начнем такую бюрократическую согласовательную процедуру этого места надеюсь очень скоро здесь будет такой небольшой спортгородок экологически прямо посреди леса это красиво единственный момент скользкий это близость вот нескольких коттеджей наверняка здесь будут люди, которым не понравится эта такая активность здесь в этом парке поэтому мы очень надеемся, что наши лесные качки будут тихонечко себе качать бицушку не бухать здесь, не оставлять бутылки, не включать громко музыку качнули мышцу и тихонечко пошли домой да забыл сказать, цвет тренажеров будет вот такой темно-серый и ярко-салатовый по-моему достаточно весело и даже кое в чем перекликается с нашим логотипом города мне не дает покоя одна мысль что концентрируя все тренажеры в одном месте мы нарушаем саму концепцию, саму идею нашей тропы здоровья где вдоль всей улицы расположены спортивные такие островки куда человек проходя или гуляя может так не спеша позаниматься мы так пообщались с Ольгой, с Юрием Кирилловичем и решили поймать некий компромисс из этих новых тренажеров мы выбираем только силовые и ставим их в одной зоне то есть это для тех людей, которые целенаправленно пришли качнуть мышцу для них удобно будет не бегать по всей улице пришли на таком свежем воздухе, позанимались все аэробные тренажеры, которые останутся из новых мы уже находим для них место вдоль нашей тропы здоровья тем самым мы и реализуем этот проект новой спортивной зоны в городе и сохраним саму идею, саму концепцию изначальной тропы здоровья привет, мы наконец-то добрались до момента установки тренажеров сегодня с нами снова профессионалы от спорта а не мы любители и именно на них мы возлагаем ответственность правильно расположить тренажеры здесь веса по этим передвигаются да, нагружаются и потом после дель идем в грудные мышцы сегодня устанавливаем закладные под условно-аэробные тренажеры на вот эти существующие наши зоны старье срезаем, устанавливаем новые тренажеры здесь, там, в тех зонах ну, в общем, вдоль всей тропы здоровья по мере добавления и покупки тренажеров всем доброе утро, понедельник и мы продолжаем устанавливать наши спортивные площадки нам предоставили воду для монтажа бетонных закладных в виде вот такого автомобиля с цистерной и приехали тренажеры сегодня будем уже расставлять их там вон в той зоне тоже ребята работают устанавливают шведскую стенку и в этой вот зоне старые демонтировали и новые закладные уже есть вот и вот как мы говорили, вот так стоят все, друзья, проект закончен обожаю эти моменты когда замыкается цикл от момента задумки до реализации проекта новенькие красивые тренажеры все грамотно расставлено повторю быстро концепт, все идеи вот эта зона, она специально для тех кто пришел сугубо позаниматься он специально сюда идет на эти силовые тренажеры это такая у нас своеобразный пляж Калифорнии золотого века бодибилдинга кто в теме, тот знает о чем я а вот эти места, которые мы уже установили и продолжим с весны обновлять их дальше до конца это зоны для спорта случайных людей проходя мимо, гуляя вечером с собакой, с ребенком залезли на турничок почувствовали себя спортсменом и пошли дальше друзья, спортсмены одна маленькая просьба я вот вчера вечерком забежал расклеил на тренажеры такие объявления прошу хотя бы несколько дней потерпеть и не садиться на тренажеры не шатать их чтобы раствор закладных успел схватиться и просто тренажеры надежно закрепились там всем, кто участвовал в этом проекте огромное спасибо естественно, респектую депутатам которые в кои-то веки просто взяли и быстренько проголосовали за эту инициативу это круто у ФКСТ вы крутые в этот раз быстро, качественно сработали отдельная благодарность нашим спортсменам Ольга Копылова, Юрий Петрович Каленский вам вот действительно искреннее спасибо за участие потому что я всегда склонен сомневаться в правильности каких-то решений где есть альтернативные варианты но только лишь ваше участие меня в этот раз полностью убеждает что мы поступили максимально правильно и профессионально разместив тренажеры именно так и вообще вот я считаю что одна из главных задач чиновника это не придумывать что-то свое не брать на себя ответственность за какие-то решения в которых ты полупрофессионал или вообще не профессионал надо просто найти среди активной общественности специалистов в каждой сфере и элементарно помочь этим людям реализовать их идеи этого уже будет с лихвой достаточно в кои-то веки мы сработали командой проект закончен всем пока но полностью проект будет завершен я считаю тогда когда мы во первых уберем весь этот вот песочек весь этот строительный мусор организуем правильное качественное освещение видеофиксацию всей этой зоны подрежем сухие ветки чтобы они не падали от ветра и установим здесь скамейки со скамейками есть небольшая сложность потому что у нас есть идея скамейки не просто расставить вот там или где-то здесь а сделать такие островки переходы между пешеходной зоной и велосипедной и на этом островке переходе делать двустороннюю скамейку в эту сторону и в ту сторону было Продолжение следует...